Интересуются российские участники международного конкурса Google Science Fair. В их числе и представитель Чуваше Максим Смирнов. Он разработал транспортное средство для инвалидов. Наша съемочная группа встретилась с Максимом. Оказалось, что он не единственный в семье изобретатель. Это транспортное средство Максим изобрел специально для двоюродного брата. Пока это только модель, но в будущем Максим планирует выпускать их по заказу. Модель состоит из четырех пар колес. Диаметр одного колеса меньше диаметра другого. Между парами колес расположены рычаги и опорные элементы. Каждая пара колес совмещена с электромодором и редуктором. На каждые четыре пары колес. При движении по горизонтальной плоскости с твердым покрытием на поверхность перемещения опирается колеса большего диаметра. Максим окончил восьмой класс Чебоксарской школы номер 62. На Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед» модель Максима получила золотую медаль и высокую оценку китайских специалистов. Вообще это не первое изобретение Максима. Его устройство для безопасности транспортного средства уже получило патент. Я самостоятельно учился. Читать любил. Технические книги читал много. Вот поэтому, наверное, я научился изобретать такие, что нужно в жизни. Именно Василий Смирнов дедушка Максима считается основателем династии изобретателей. Когда-то в хозяйстве появились аэросани, самоходные машины, которые облегчали труд на селе. Его сын всегда наблюдал за работой, а позже и сам стал заслуженным изобретателем. Надо все же побольше общаться со своими ребятами, с детьми. Посмотреть, какие у них интересные мысли рождаются. И эти мысли направить в правильное направление. Их развивать. Имеет несколько патентов и старший брат Максима. Алексей представил на московском авиакосмическом салоне свое изобретение. Транспортное средство на воздушной подушке. Имеется куполообразная платформа с отверстием. На него устанавливается вертолет с истекшим сроком службы эксплуатации. При вращении лопастей поток воздуха, создаваемый лопастями, делится на две части. Более сильный поток охватывает платформу по периметру. Остальной поток под платформой приподнимает всю конструкцию. Пока Максим еще учится в школе. В будущем планирует, как отец и старший брат, получить специальность инженера. И продолжать изобретать. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика.